Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Владимир Печорских, президент Федерации тайского бокса Рязанской области, тренер. И Артур Носов, действующий спортсмен Федерации, победитель и призер различных турниров по тайскому боксу, также тренер. Здравствуйте! Давайте, наверное, для наших зрителей сначала просто расскажем, в чем отличие вообще тайского бокса от других видов спорта, от других видов борьбы. Ну, начнем с того, Валерий, что тайский бокс – это не борьба, а боевое искусство, единоборство. Значит, отличие от того же, допустим, бокса, кикбоксинга в том, что бьем там, не зря он называется тайский бокс, бой восьми конечностей. Бьем, значит, коленями, локтями активно, и также разрешены захваты за шею противника. И в момент этого захвата разрешены различные технические действия, связанные с введением соперников из равновесия, то бишь по-другому они называются скрутки. И также в клинче, в этом захвате, когда противник держит другого своего соперника за шею, да, за корпус, разрешены удары коленями, ногами в область корпуса и ног. То есть, это достаточно болезненные удары, и, допустим, в боксе, понятное дело, да, там только руки работают, кикбоксинг есть, много разделов у них, да, но там, если разрешены какие-то удары, то только коленями и без прихвата за шею. Это раздел, по-моему, в кикбоксинге называется К1. Вот, то есть, муайта, это считается из-за того, что бьем локтями, локтями нигде не бьют, да, в ударных единоборствах, значит, из-за этого считается самым жестким единоборством, из-за того, что с ближней, с дальней, с дистанцией наносятся удары локтями, как в голову, так как в корпус. И разрешены технические действия в плане скручивания соперников, чтобы бросать его на канвас, но без использования бедра. Чем это отличается от борьбы? То есть, бедро пользоваться свое, боец не имеет права подворачивать, то есть, ты должен стоять фронтально к сопернику. Вот основное отличие такое от других единоборств. Если, допустим, с каратэ сравнить, да, там в каратэ кикбоксинг жесткий очень стиль, но там нельзя бить руками в голову друг другу соперникам, да, и также нет локтей. Ну, у нас мы все бьем руками, ногами, пожалуйста, как ты хочешь. Артур, ты недавно вернулся с чемпионата Орловской области по тайскому боксу. Расскажи немного о том, как прошел чемпионат и как ты к нему готовился. Собственно говоря, по поводу подготовки соревнований я уже был к нему готов, потому что до этого турнира у нас был центральный федеральный округ. Вот. К нему я готовился серьезно, заранее, естественно. Вот. А когда уже приехал из СФО, там сказали, что через месяц будет вот это проходить чемпионат. Вот. К нему уже были более-менее готовы, просто осталось поддерживать форму. Вот. И приехал я на турнир, провел, получается, два боя. Регламент боя был 3 минуты по 3 раунда. Вот. Первый бой я выиграл по очкам, второй бой я выиграл досрочно во втором раунде. Вот. Вот. Естественно, вышел финал. На следующий день у нас был финал, но боец не смог выйти, он отказался. А ты сказал, что во втором бое соперник сдался, а во втором раунде это как? Почему так? Во втором раунде это, получается, по... И начал его забивать, ему раз отсчитали, два отсчитали, и потом уже бой остановили явным преимуществом в мою сторону. Ну, а ты вернулся с какой наградой к нам в Рязань? Я вернулся с первым местом и с присвоением к кандидатам Мастера спорта России. Это первая твоя победа такая или были еще победы? С присвоением, да, так было, да, еще много побед было и первых мест, и вторых, и третьих. А как давно тайским боксом занимаешься и почему выбрал? Я занимаюсь тайским боксом с 14 лет. Вот. Выбрал его чисто случайно. Познакомился с тренером в зале. Он мне предложил попробовать позаниматься этим видом спорта. Я позанимался, мне понравилось. Занимался два года. Потом мне тренер предложил начать выступать по соревнованиям. Выступал по соревнованиям. Первый мой бой был по юниорам до 18 лет, а потом уже свыше 18 лет уже по мужчинам. Как по юниорам выступил? По юниорам первый бой я, конечно же, проиграл, к сожалению. Вот. Вот. Но потом уже дальнейшие турниры я уже начал выигрывать. Был второй бой уже по мужчинам, следующий у меня, через какой-то период времени. Там я дрался в Твери с температурой. Температура была 39, тренер настоял ехать, выступать все равно. Вот. И еще регламент был 4 раунда по 2 минуты. Вот. И в четвертом раунде, если я не ошибаюсь, я сделал нокаут у Ширы. Это с разворотов печени с ноги. Угу. А самый запоминающийся бой сейчас сможешь вспомнить? Или как раз-таки это вот этот вот был? Самый запоминающийся бой, это, естественно, где нокауты. В основном. Вот. Это и по профи я дрался. Тоже так же это у Ширы. И были не по профи бои любительские. Тоже нокауты были хайкиком в голову. Вот. И, естественно, ну, запоминающийся бой вот этот крайний, который сейчас был, с присвоением к конец мастера спорта. Это самое, мне кажется, запоминающийся всю жизнь. Потому что я получил там конец мастера спорта. А наверняка были травмы? Ну, как сказать, травмы особо серьезных не было. Это травмы, это если только ноги отобьют. Вот. Переломов никаких не было. Серьезных таких. В основном есть только отбивание. Ноги отбивают. И это восстанавливается. В течение двух недель можно восстановиться. Растяжения бывают еще различные. А вот, Владимир, как к тренеру вопрос. Вот, действительно, наверняка разные ребята, ребята разных лет приходят, тренируются. Какие все-таки, да, спорты, как и любой другой травмоопасные, какие травмы ребята получают? Как с этим работают? Ну, у меня максимально на моей практике, вот я тренирую, да, выступаем мы как с момента образования федерации, да, на соревнованиях. Это с 12-го года. А тренировки я провожу уже, получается, с 2006-го года, да, достаточно долго. Ну, на моей практике, вот, максимальная травма, это, если не считать растяжения, то это на тренировке был перелом челюсти у человека, да, кто готовился к соревнованиям на спарринге. Вот, и на соревнованиях два года назад это парню, юноше локтем сломали нос. Ну, там же врач его быстро вправил, то есть потом даже не обращались никуда к врачу, ну, ничего, нос зажил там буквально там за неделю. И парень 15-летний приступил к тренировкам, через неделю все у него перестало все болеть. А, как раз-таки, говоря про защиту, то есть не о приемах как таковых, а о защите самих выступающих ребят, а есть она, нет ее, какая она? Да, конечно, в тайском боксе, в отличие от других единоборств, да, я даже скажу, всех предусмотрены, значит, налокотники обязательно у нас по всем возрастным категориям, потому что очень жесткие удары локтями, да, достаточно точно попасть, не сильно, да, и они вызывают или рассечение, и бой становится проигрышным, потому что течет кровь, невозможно ее остановить. Или нокауты тяжелые, то есть локтями, если в подбородок, в челюсть, поэтому налокотники присутствуют до 18 лет на ребятах, на всех девушках, юношах, до 18 лет возраст присутствует, жилет защитный, чтобы смягчить удары коленями, то есть в корпус ногами, соответственно, вот, и как во всех, во многих единоборствах, то есть футы, это защита на ноги, да, бандаж защищает, который пах, и шлем боксерский, только в отличие от боксерского шлема у нас, у тайбоксеров, у нас верх тоже в шлеме закрытый, крестообразного типа, сверху защита. Вы упомянули, что занимаются как юноши, так и девушки, вот в чем особенность тренировки для девушек? Ну, я бы сказал так, знаете, для девушек, кто занимается для соревнований, отличий, особенности подготовки никаких нету, вот девушка, да, у нас, кто занимается, участница соревнований, она даже в спаррингах становится с ребятами, боксирует, то есть с ребятами, естественно, стараемся, я как тренер, подгонять вес, чтобы был одинаковый, чтобы была небольшая разница, весит там 3, максимум 4 килограмма, да, вот, много девушек сейчас, это очень популярность набирает тайский бокс, и много девушек занимается для фитнеса, понимаете, да, для фигуры, похудения, там, конечно, есть отличия, так же, как и не только к девушкам, и к любому другому мужчины есть, приходят, у кого четкая цель, мне нужны соревнования, подготовка, участие, это одни методики тренировок. Если вы, допустим, ко мне приходите и говорите, что мне надо поставить удар, научиться постоять за себя, технику освоить, но я не планирую выступать в соревнованиях, это, естественно, другая методика уже выбирается, и мы, тренера, все работаем по другой методике. Отличается, нагрузки снижены, да, не такая дисциплина серьезная, то есть я не позволяю, допустим, ребятам пропускать тренировки спортсменам действующим, кто выступает или готовится, кто еще не выступал, но он приоритеты расставил, он пришел, он говорит, я хочу готовиться. Все, им не позволяется пропускать тренировки, помимо тренировок, которые они занимаются у нас в зале по графику, да, то есть еще им дается задание, они бегают у меня кроссы, там от 5 до 10 километров, смотря сколько человек занимается, да, потом я раз в месяц эту подготовку проверяю. Артур, вот раз речь зашла о тренировках, вы сказали, что перед чемпионатом в Орле вы уже были готовы, потому что выступали в Центральном федеральном округе, вот расскажите, как к нему готовились, какие тренировки, как часто? Шесть дней в неделю, один выходной, вот, тренировки в зале проводил, когда нет тренеров в зале, я бегаю, кроссы, вот, по 5, по 10 километров, это уже по задаче тренера, сколько он поставит бежать, сколько я бегаю, по времени тоже, определенно, 5 километров до 20 минут нужно, в 20 минут уложиться 5 километров, если 10, то 50 минут, либо меньше еще, вот, в зале мы тренируемся, мне тренер держит лапы, работа на лапах, работа на мешке, кроссфит, также подготовка железом, все вот это, вот, работа в парах, в спарринге, все, собственно говоря, вот это вот. Железо, конечно, минимальное, ну, включаем, там, нетяжелые веса, то есть, редко, там, 2-3 раза в месяц, работа с блинами, там, с легкой штангой, и то она совмещена с типичной тайбоксерской тренировкой, то есть, с работой по мешку и с кроссфитом. Наверняка, чемпионат в Орле был не последним, какие-то еще грядущие чемпионаты будут, готовитесь? Да, конечно, готовимся постоянно, раз в месяц я точно выступаю на соревнованиях, все по указанию тренера, он мне говорит, когда будет турнир, какой турнир, и все, я готовлюсь. Владимир, тогда вопрос к вам, как выбираются турниры, в которых участвуются спортсмены? На e-mail постоянно приходят приглашения от различных регионов, то есть, от различных федераций, о проводимых ими турнирах, и просьба принять участие. Мы советуемся все, в турнирах достаточно много, в месяц возможность выступать, минимум один всегда есть турнир, да, где можно побоксировать, ну, и максимум два турнира, три, три максимума, всегда есть в месяц в различных регионах, это я имею в виду по нашему, по центральному федеральному округу, то есть, вот эти города, Тверь, Смоленск, соседние областя, да, Липецк, Тула, то есть, Калуга. Вот, поэтому принимаем решение, где поопытнее бойцы, туда везем, естественно, таких бойцов, как Артур, которые поопытнее, да, где бойцы там послабее турниры, понимаем, что будет турнир для новичков, туда, естественно, везем новичков, то есть, на обкатке, на первые бои. В продолжение, скажем так, соревновательной темы, какие следующие турниры, вот, на которых Артур отправится? Ну, следующий турнир планируем посетить, с 19 по 21 апреля будет большой турнир проходить, Московская областная федерация тайского бокса будет делать это в городе Сергеев Посад, Кубок Война, все возраста, то есть, начиная дети от 10 лет, да, и заканчивая мужчинами, вот. Ну, и потом, в мае, наверное, посетим чемпионат Тульской области по тайскому боксу будет проводиться, и уже все лето будем тренироваться, готовиться под серьезные соревнования всероссийского масштаба, то есть, это, да, где спортсмены могут выполнять нормативы уже мастера спорта России. В октябре будет проходить Кубок Кавказа по тайскому боксу, это мастерский турнир, где соберутся тоже сильнейшие спортсмены со всей России. Вот, пока такие планы на ближайшие полгода, скажем. От турнира к турниру спортсмена важно как-то готовить или просто, чтобы он поддерживал форму? Ну, понимаете, конечно, к каждому турниру готовимся, да, просто если, смотрите, если идет сезон, то спортсмен, который серьезный, который постоянно занимается, он всегда в форме, да, то есть, получается, он просто тренируется и выступает. Допустим, межсезонье, когда начинается лето, то, естественно, в июне прекращаются турниры, в июле их нет, в августе тоже, и в сентябре начинаются турниры. Естественно, мы начинаем летом просто поддерживать форму, да, то есть, я даю поменьше тренировок, чуть снижаю нагрузки, но все равно летом все бойцы занимаются. И где-то за месяц-полтора до турнира, до любого уровня, да, то есть, чемпионат области или всероссийский турнир, естественно, ты начинаешь уже даже за два месяца. Увеличивать нагрузки, делать, грубо говоря, жесткач, жесткие нагрузки, вот, ну, где-то, получается, за полтора-два месяца начинаем готовиться. А когда идет вот такое время, как сейчас, весна, осень, межсезонье, то спортсменам любым, если они в форме и постоянно занимаются, не пропускают ввиду различных, там, да, каких-то своих причин, болезней, там, да, учебы, кто-то у кого-то, учебы, какие-то, может, семейные проблемы, они все время в форме, им не составляет труда выступить, по крайней мере, вот, у нас в федерации. То есть, захотели, поехали на турнир и все, там вопрос практически не стоит, готов человек, не готов, если я знаю, что он занимается постоянно, не пропускает тренировки, он уже готов, то есть, он всегда может выходить в ринг в любой момент, то есть, он в форме. Владимир, Артур, спасибо, что стали сегодня нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы, а на этом я с вами прощаюсь, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова